Те, от кого во многом зависит безопасность на планете, отмечают сегодня профессиональный праздник. В России День оружейника. Это официальная дата, куда моложе самой славы российского оружия. Чем сильна российская оборонка сейчас, показывают на выставке в подмосковном парке «Патриот». Чтобы обсудить развитие отрасли, туда приехал президент. И сегодня же там заложен первый камень в основании собора Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил. Репортаж Ивана Прозорова. Видно, как тяжело им дался путь сюда. Но ветераны не могли не приехать. Победу в Великой Отечественной они добывали на разных фронтах. И у каждого там остались друзья и сослуживцы, кого нужно вспоминать, помолиться. У нас всегда на глазах слезы, как в дни Великой Отечественной погибали. Наши товарищи, мы также их оплакали. И сейчас в честь ваших прадедушек, которые сражались в Великой Отечественной войне, мужественно, храбро, они все достойны памяти. Главный храм наших вооруженных сил Воскресения станет центром славы и памяти, павшим воином на самой кровопролитной войне в истории человечества. На церемонию освящения первого камня прибыл президент России, патриарх Московский в Сиер-Руси и министр обороны. Патриарх Кирилл совершил чин освящения, а также молебен по нашим военным, погибшим в Сирии. У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим. Хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение. Так в честь победы над Наполеоном был возведен храм Христа Спасителя. Как и он, храм Воскресения будет строиться над пожертвованием. Россия никогда не ведет и не вела захватнических войн. Россия поддерживает свои вооруженные силы, понимая, что в трудный момент именно вооруженные силы будут защищать ее суверенитет и историческую судьбу ее народа. Об убранстве храма и воинских традициях президенту рассказали у Макета. В храме будет пять пределов. Центральные в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова. И четыре будут посвящены небесным покровителям разных родов российских войск. Само место для возведения храма выбрано особо. Как выразился президент, земля здесь помнит примеры ратных подвигов российских воинов. Неподалеку, во время Великой Отечественной, в лесах проходили последние рубежи обороны столицы. Здесь враг был остановлен и обращен вспять. Не только история, но и будущее нашей армии в парке «Патриот». Президент посетил выставку техники, которую производит концерн «Калашников». А после президент провел заседание военно-промышленной комиссии страны. На повестке госпрограмма вооружения. Ее начали воплощать в этом году и рассчитана она до 2027-го. В ней учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире. А также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике. В результате выполнения программы в войска должна поступить новая техника, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Среди них ракетный комплекс «Сармат», истребитель пятого поколения «Су-57», высокозащищенный танк на боевой платформе «Армата», а также зенитно-ракетная система «С-500» и подводная лодка проекта «677». Будущее зависит и от цен на новейшие образцы вооружения. В прошлом году ввели модель ценообразования, которая позволяет снижать издержки и производить эффективнее, то есть в итоге снижать стоимость современных образцов. Эту систему нужно оптимизировать и дальше, отметил президент. Также применять цифровые технологии. Не менее важен и кадровый вопрос. Важно, что в ОПК создаются условия для притока и закрепления талантливых молодых людей, способных решать самые амбициозные задачи. Обеспечить преемственность в научных школах. Сегодня доля молодежи в возрасте до 35 лет в отрасли превысила 30%, а средний возраст работников снизился до 45 лет. При этом средняя номинальная заработная плата увеличилась в 2017 году к уровню 2019 года в 1,7 раза и составила более 50 тысяч рублей. Чтобы привлекать талантливых профессионалов, подчеркнул президент, им нужно создавать все условия, в том числе и жилищные. Свои квартиры только в минувшем году получили больше 8 тысяч специалистов отрасли. Иван Прозоров, Павел Волконский, Максим Катаев, Дмитрий Белов, Светлана Баркова, Первый канал.